Глава города сегодня заявил о том, что тема благоустройства Красноярска по-прежнему остра. Но увеличение количества парков и скверов не единственное, на что стоит обратить внимание. Кто виноват в том, что из дворов исчезают асфальт и газоны, расскажем в следующем сюжете. В этом дворе по улице Судостроительной уже год вместо зеленого газона черная земля. А в такие дождливые дни, как сегодня, прежде чем попасть на детскую площадку, придется увязнуть в грязи по колено. Да уже давненько они его раскидали. А зачем привезли детям вот эту грязь? Я говорю, у вас что, песка не нашлась или песок дороже? И ни газоны, ничего не хотят вкладывать? Не знаю, когда они что делают, или это хватит им или не хватит. Проблема с благоустройством здесь появилась еще осенью, когда подрядная организация только начинала ремонт. Судя по темпам работ, стало понятно сразу, конфликта подрядчика с администрацией не избежать. По закону, ордер на проведение ремонта городских сетей выдается на определенный срок. За это время подрядчик обязан не только закончить все работы, но и восстановить разрушенные газоны, асфальт, кустарники и деревья. Но так происходит далеко не всегда. Мы посмотрели, что благоустройство нарушено. И, соответственно, те структуры, которые выполняли эти работы, они сегодня озадачены, составлены акты и направлены в административные комиссии районов. Речь идет о земляных работах по улице 60 лет образования СССР в Солнечном. Сегодня здесь на двух объектах побывал глава города Эдхам Акбулатов. На одном были нарушены сроки реализации работ. По другому объекту и вовсе выяснилось, что у подрядной организации нет ордера. И такое случается в каждом районе города. Я к тому, что нам надо навести порядок в этой работе. Сейчас у нас полторы тысячи открытых ордеров, которые просрочены, не выполнены работы. Я не собираюсь с этим мириться, потому что 25 всего процентов ордеров были выполнены в срок, а 75% не выполняются. Я понимаю, что большая работа ведется, новые микрорайоны вводятся. Сейчас на контроле службы 005, ответственной за выдачу разрешений, числится 1510 незакрытых ордеров. А протоколов о привлечении к административной ответственности составлено всего 6. Общая сумма наложенных штрафов и того смешнее – 13 тысяч рублей. И это при том, что административный кодекс предусматривает от 5 до 20 тысяч рублей. Выход из ситуации глава города видит в одном – нужно стимулировать работу администрации. В этом году объявлен конкурс на самый благоустроенный район. Чтобы в нем победить, районным управам придется начинать активно воздействовать на нарушителей. Дмитрий Пименов, Ирина Денисенко, Сергей Комаров. Афонтова новости.